смотрите какое лицо ребят всем привет вы на канале балкончик с вами александр долинский и сегодня вам покажу вам как электрифицировать вашу теплую лоджию сейчас я вам покажу как обычные розетки запитываем сеной обычно от ближайшей розетки в редких случаях мы запитываемся со щитка когда человек хочет что подельный кстати это будет отличная возможность протестировать нашего новенького помощника люк задраем погнали у меня такое ощущение что я где-то не с вами это то ли это пилот так как мы не очень часто делаем штробы а тем более так много штроб как на этом объекте нет необходимости в штроборезе мы просто пропиливаем границы штробы алмазным диском и выбираем из нее бетон перфоратором задача эта несложная пили да долби напрягает многоцементной пыли который забивает все естественные отверстия а также перекрашивает майку в насыщенный серый цвет вот так выглядела такая же процедура без использования пылесоса что хочу сказать пылесос процентов на 70 нас точно от пыли избавил здесь сейчас есть дымка конечно небольшая когда мы это делали даже с бытовым пылесосом как-то раз на заказе нам заказчики давайте я помогу по пылесосе что было меньше пыли он хотел ничего не закрывать наверное не получится ну конечно хотите попробуйте так чтобы душу успокоить но он попробовал через две минуты он сбежал врачи футбук и пыли говорит ладно делайте уже так хрен с ним все равно все замороз опасная работа проход готов р2 т2 свободен На лоджии нам необходимо сначала разметить согласованное с заказчиком положение распредкоробки, выключателя и розетки. А также сразу намечаем расположение штроб. И снова пилить, 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 пилить. Кстати, раньше я пробовал пилить бетон образильным кругом по камню. Брал бошевскую миллиметровку. Работать алмазным диском гораздо приятнее и быстрее. После 15 минут резонины болгариным руки устают от вибрации. И пальцы затекают от того, что ты как сумасшедший вцепился в болгарку, боясь выпустить ее из рук. Поэтому периодически подменяли друг друга. Перестал сосать. Вот есть у фильтра чехол. Но чехол забился, видите, он так прилип к фильтру. Воздушные потоки перестали проходить. Вообще, этот пылесос предназначен для использования с мешками. 2,5 рубля стоит комплект из 5 штук. Я решил пока попробовать поработать вот так. В общем, поработаю. Просто, видимо, почаще придется чистить. Хотя, все время, это всего второй раз. Работаем. Поехали дальше. Глубина штробы должна быть не менее 20 мм. Чтобы дюбель-хомуты, удерживающие кабель в штробе, в дальнейшем не выпирали из-за плоскости стены. А углубление под распред коробку и под розетники не менее 50 мм. Как-то пару лет назад я купил алмазную коронку Bosch по бетону за 4,200 вместе с хвостовиком и центрующим буром. Ну, думаю, теперь буду делать быстро, ровненькие, аккуратненькие посадочные под розетки. Как же я заблуждался. Оказалось, что я надо было не долбить, а сверлить. Типа, чтобы при каждом обороте она по чуть-чуть выбирала и углублялась в бетон. Но для таких дел нужна реальная дурмашина. А у обычного перфа дури не хватает. Еще кирпич кое-как я разок сделал, а бетон даже пробовать не стал. Уже потом я прочитал в интернете, что коронка предназначена для сухого сверления. Так что при выборе коронки будьте внимательны, не повторяйте моих ошибок. После такого разочарования я решил по старинке, балгарочкой. Наверняка каждый мужик знает, что такое смежная розетка. В нашем случае провода приходили к розетке в зале, а уже от нее была запитана розетка на кухне. При таком раскладе подцепиться к ней мы уже просто не могли. В розетке тупо не было места для третьего комплекта проводов. Пришлось перекидывать приходящие провода на кухонную розетку. Так как квартира живая и на кухне хлопотала хозяйка, мы просто не имели морального права отключить ее электричество. Поэтому работали аккуратненько, под напряжением. 220 не опасно для здоровья и жизни. Всю разводку на лоджии мы выполнили медным проводом 1,5 мм сечением. Во-первых, вся проводка в квартире выполнена полторашкой. А во-вторых, для лоджии, теплого пола и, например, обогревателя этого более чем достаточно. На каждый электроприбор из распредкоробки выпускался отдельный провод. Никаких параллельных зацепов. Время обеда прошло и мы смогли продолжить делать штробы. Чтобы нам продолжить работу со всем светом, то есть заштукатурить стенку полностью, подготовить ее, нам надо сначала проложить сюда датчик от теплого пола, который в дальнейшем будет монтироваться. Подробнее про датчик будет в выпуске про теплый пол. Запускаем в распределительную коробку приходящий провод из розетки в зале и выпускаем три выходящих. Выключатель, розетка, теплый пол. Плюс второй ноль на потолок. Не было трехжильного провода, поэтому второй ноль я делал отдельно. После сборки коробки подпениваем ее по краям и оставляем минут на 20, пока пена подсохнет. Бытует мнение, что нельзя ставить подрозетник на пену. Давайте разберем этот вопрос. Пена быстро и надежно фиксирует подрозетник. Это факт. Если вас волнует, что при плохом контакте и искренней розетке пена может издавать едкий запах, то во-первых, такой запах может издавать как оплавленная рубашка провода, так и сам пластиковый подрозетник. А во-вторых, искрящаяся розетка это нехорошо. Разбери и подтяни контакт. У меня дома все подрозетники стоят на пене. Это не руководство к действию, каждый делает так, как считает правильным. Мы показали вам весь процесс электрификации балкона от выведения, включения к розетке в доме и разводки на балконе. Если бы вот эта стенка у нас обшивалась, например, панелями, вагонкой или гипсом, ну в общем, что-то на брешетовке, то нам не пришлось бы вот так вот геморройничать здесь, выбивать большое пространство под раскрыт коробку, розетку, выключатель и терморегулятор. А также не пришлось бы штрафиться под проводочки. Было все просто банк спрятать в том пространстве, где были выгрузки. Но сегодня нам пришлось погеморройничать. В общем, мы с задачей справились полностью. Выбили электричество, подняли провод на потолок, потом будут светильники на потолке. Опустили провод для теплого пола пленочного, вон туда он уходит. И сразу смонтировали датчик. Все готово, разводка завершена. Осталось лишь заделать все штробы. Не забудь поставить лайк, задавать свои вопросы где-то вот здесь в комментариях. Ну и подписывайся на канал, если хочешь узнавать новости. Берегите себя. Будьте добрее. Штукатура от Бога. Если бы довелось штукатурить потолок, наверняка бы со мной произошло нечто подобное. Субтитры сделал DimaTorzok